Космо Энджин стал полноценным игровым движком. Теперь можно разрабатывать свои игры на языке программирования Луа Скрипт. Давайте разберемся, как сделать первую тестовую мини-игрушечку для тестирования возможностей игрового движка. Заодно сможешь понять, как работает язык программирования Луа Скрипт. Будет интересно. Погнали! Начнем с создания контроллера персонажа. Для этого нужно продумать, как персонаж будет себя вести в игровом пространстве, какие у него будут параметры, а также прописать его создание и некоторые действия. Функция создания персонажа включает в себя попросту задание позиции, стартовой позиции персонажа, направление просмотра. Необходимо позаботиться о том, какое направление просмотра в текущем кадре и предполагаемое направление просмотра в следующем. Также есть несколько классов персонажей. Есть контролируемые персонажи, а также неигровые персонажи. По этому признаку можно отфильтровать объекты на сцене. Если персонаж контролируемый, назначаем маску слоя, равную Player, и задаем горизонтальный поворот. Далее инициализируем модель. Модель нашего персонажа. В данном случае это у нас простой прямоугольничек. Вызываем метод sceneInstantiate, передаем туда необходимые параметры, и далее задаем слой. Получаем слой у модели, далее задаем маску. Передаем маску слоя аргументом в функцию setLayerMask. Это у нас изначальное задание параметров персонажа. Поэтому называем стандартное состояние idle, задаем его в переменную selfState, и также сохраняем предыдущее состояние, которое на начальном этапе равно idle. Так как у нашего персонажа пока что нет коллайдера, давайте сделаем простой капсюль. И так как у движка есть возможность обработки физики на графическом процессоре, переключаем флаг setGPUEnabled в состояние true, а обработку на центральном процессоре выключаем. После чего делаем абсолютно такие же шаги, как и в других игровых движках, создаем капсюль, его параметры, радиус, смещение и хвост. Tail. Конечно, стоит продемонстрировать. Это Tail, а это радиус. Tail изменяет высоту капсюля. Также впоследствии, когда у вас будет полноценная модель персонажа, можно также найти трансформ головы, то есть позицию. Исходя из позиции головы, задаем высоту капсюля. В данном случае эти строчки не имеют смысла, но когда у вас будет свой персонаж, неоднократно вернетесь к этому моменту. Далее сбрасываем позицию перемещения и масштаб. Задаем их стандартными значениями с помощью вызовов Scale, Rotate, Translate. Обратите внимание, порядок вызова имеет значение. В данном случае у нас идет очистка всего и вся, но в дальнейшем следите за порядком назначения масштаба перемещения и поворота. Далее прыжок. Тут все элементарно. Задаем скорость вертикального перемещения вдоль оси Y и изменяем состояние на состояние прыжка. Вот с перемещением придется потрудиться. И сначала получаем матрицу поворота. Rotation Matrix. Далее нам необходимо будет определиться с направлением. И будем использовать точечное произведение векторов для определения направления движения. Если у нас точечное произведение векторов направления просмотра и текущего направления положительное, то мы куда-то движемся. Задаем локальную переменную скорости. И если у нас состояние равно состояние ходьбы, то записываем во временную переменную скорости скорость ходьбы. В ином случае мы бежим. После чего обновляем скорость движения. Movement Velocity. Перемножив направление просмотра на вектор скорости. И последний обширный кусок кода для данного персонажа это непосредственно обновление всех его состояний. Получаем дельту времени. А также получаем направление просмотра. Куда данный персонаж ориентирован. Получаем transform. Это у нас перемещение, масштаб и поворот. Сохраняем позицию во временную переменную. И очищаем transform у модели. После чего задаем масштаб, поворот и соответственно координату. Обратите внимание на последовательность задания transform. Далее проверяем. Если персонаж является подконтрольным кому-то, то есть им можно управлять, то будем считывать эвенты системы ввода и как-то их обрабатывать. В простом случае персонажа от третьего лица нам необходимо перемещаться, прыгать и просматривать камерой. Так как движок поддерживает еще и ввод с помощью джойстиков, например с PlayStation или Xbox, то обрабатываем кнопки и соответственно стики у контроллеров. Difference это у нас изменение положения стика. Правого стика для просмотра камерой. Для мышки это у нас правая кнопка мыши. Так как мы сохранили позицию мышки, то можно ее спрятать и постоянно держать по центру экрана. Как в шутерах от первого лица. Если мы не нажали ничего мышкой, то прятать мышку мы не будем. Просто будем сохранять позицию ее в переменную saved pointer positions. Далее непосредственно задаем поворот по вертикальной и горизонтальной оси для персонажа. Это делается обычным математическим аппаратом, так же как и в других игровых движках. В принципе все уравнения аналогичные. Ограничим перемещение камеры по вертикальной оси, чтобы у нас игрок не мог смотреть совсем под пол. Далее идет пропуск кадров. Если у нас дельта времени больше 0,2 секунды, то мы не обрабатываем ничего. Это позволительная оптимизация. Далее будем обрабатывать ввод с непосредственно джойстиков и клавиатуры, чтобы перемещать персонажа. Так как у нас есть возможность открытия консоли прямо в игре, поэтому нужно обработать состояние, когда консоль у нас не активна. То есть это стандартное состояние игры. Задаем направление просмотра и проверяем. Если мы нажали на левую кнопку клавиатуры, это кнопка А для перемещения, то Look Direction задаем равным минус одному. В противоположность, если нажали клавишу вправо, это клавиша D на клавиатуре, либо стрелка вправо, тоже такое возможно, то Look Direction равен единице. В случае, когда мы нажимаем клавишу W, то мы добавляем к вектору Look Direction значение единица по оси Z. И соответственно минус единицу, когда мы движемся назад. Данное расположение тройки векторов отличается от других движков. Поэтому будьте внимательны. В Unity будет по-другому. Далее обрабатываем весь тот же вот, только с точки зрения геймпада. И применяем движение. Когда у нас направление просмотра, длина этого вектора больше нуля. И если мы пересекаемся с землей, то есть находимся на поверхности земли, проверяем, находимся ли мы в состоянии бега. Бег активируется на клавишу левый Shift и Q. В ином случае мы в состоянии ходьбы. И попросту вызываем функцию Move Direction и перейдем туда направление. Направление взгляда. Далее обрабатываем прыжок. С точки зрения клавиатуры и геймпада. В прыжок просто передаем, как вы помните, скорость по вертикальной оси при нажатии на клавишу. Осталось обработать коллизии. Получаем капсюль. И сохраняем его позицию во временную переменную OriginalCapsulePosition. И записываем текущее положение капсюля в переменную CapsulePosition. Далее мы в методе Update, так же как и в других движках, будем получать высоту капсюля. Также получим радиус капсюля. Помните, мы его задавали когда-то раньше при создании персонажа, character. Получаем слой CollisionLayer. Это у нас Layer Mask. И когда у нас персонаж неконтролируемый, допустим NPC, то CollisionLayer не равен плееру. Обрабатываем шаг времени. Нужно получить сколько осталось времени в данном кадре. FixedUpdateRemain. Это у нас FixedUpdateRemain плюс DeltaTime. Физика по классике обрабатывается с частотой 120 кадров в секунду. Соответственно, постоянная дельта времени — это единица на фиксированную частоту обновления физики. Далее трюк. Если у нас FixedUpdateRemain больше, чем FixedDeltaTime, то мы не пересекаем Землю. Далее в цикле проводим следующую операцию. Говорим, что у нас TimeStep случился. Обновляем переменную FixedUpdateRemain и обрабатываем гравитацию. Если скорость по вертикальной оси у нас больше 30, именно минус 30, то обновляем скорость персонажа. Мы как бы его приземляем обратно на Землю. То есть он прыгает вверх, а мы стараемся его обратно приземлить. Число 30 получено эмпирически. Можете задать другое значение гравитации. Тогда капсюль будет падать с более быстрой скоростью или более медленной. Задаем позицию капсуле и проверяем Землю. Находится ли капсюль на Земле. Профессионалы доверяют киберкала Learn и изучают интенсив 3D игровой движок на C++. Это набор материалов для освоения навыков разработчика 3D игровых движков. Становись частью будущего. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив уже сегодня. Таким образом зафиксируешь цену аж на 6 месяцев вперед. Обязательно напиши в комментариях, какие стартовые шаблоны игр тебе бы хотелось видеть в движке Cosmo Engine. Для проверки на Землю есть метод SceneIntersect, который возвращает несколько переменных. Это по сути трейсинг из Unreal Engine. Мы делаем line trace и возвращаем объект, точку пересечения линии, нормаль, глубину и скорость, если это движущийся объект. Чтобы иметь возможность бегать по наклонным поверхностям, нужно знать наклон, slope. И у нас есть пороговое значение наклона, когда персонаж просто не может ходить по наклонным поверхностям. Он будет скатываться. Поэтому нужно обязательно это проверить с помощью Slope Threshold. Добавляем немножечко трения. И обновляем позицию капсюля. Что касается стен. Со стенами ситуация немножечко иная. Но суть та же. Нам необходимо трассировать некоторым лучом, стрелять лучом из персонажа в поверхность вертикальную. И проверять, пересекаемся ли мы со стеной, врезались мы в нее или нет, и что-то с этим делать. Получаем капсюль. Стреляем лучом. Опять же, с помощью Scene Intersects. Плюс добавляем флаги. Является ли данный объект навигационной сеткой или коллайдером. Проверяем наклон. Если у нас наклон поверхности меньше, чем пороговое значение, значит это, скорее всего, стена. С точки зрения физического движка, есть такой грязный трюк, как пропуск кадров обработки физики. Можно поступить следующим образом. Во-первых, получаем длину вектора скорости. Получаем нормализированное значение. И далее сохраняем значение в переменную Dirty Motion. Это переменная, которая хранит в себе ненужное перемещение. Как же получить действительное значение перемещения объекта, когда он врезается в стенку? С помощью операции вычитания. Вычитаем из нормализированной скорости длину вектора скорости. Записываем в переменную скорости velocity значение перемножения вектора действительного перемещения и длины скорости. После чего обновляем позицию капсуля. Учитываем глубину проникновения двух объектов друг в друга. По сути, мы должны отбрасывать нашего персонажа от стенки каждый раз, когда он встречается со стенкой. Это происходит автоматически за кадром, и вам возвращается уже интерполированный результат, либо усредненный конечного положения персонажа. Теперь задаем направление просмотра. Также опционально можно наклонять персонажа вбок, когда он движется вокруг, например, своей оси, или резко меняет направление, чтобы он покачивался. Это делается вот таким вот способом. Вам не нужны анимации отклонения. Можно отклонять физически персонажа и смешивать это с анимациями. Ровно так, как делают Epic Games в Unreal Engine версии 5.4. Упрощенная версия Motion Matching алгоритма заключается в линейной интерполяции текущего положения персонажа, скорости и его ориентации, именно куда смотрит камера. Выглядит это как вызов функции lerp. Сохраняем результат этой функции в переменную leaning next. Это следующее положение персонажа, его отклонение. Сначала из предсказанного направления просмотра вычитаем текущее направление просмотра персонажа. Берем нормаль между поворотом персонажа, его камеры и результатом вычитания. И далее интерполируем с некоторым шагом. Не переживайте, весь шаблон доступен всем пользователям интенсива 3D игровой движок на C++. По ссылке в описании можно скачать весь этот скрипт. А также начальный скрипт без того, что было сделано в видео. Обновляем текущее отклонение персонажа, leaning, и обновляем transform у текущего персонажа. Позицию, поворот и готово. После чего необходимо обновить текущую позицию персонажа. Также в скрипте движения, move direction, именно вычисление направления движения, нужно добавить следующей строчке. Небольшой фикс. И мы готовы запускать Космо Энджин. При спавне мы красиво перемещаемся к персонажу. Напиши в комментариях, какой твой самый любимый язык программирования. Помните данную сцену из Unreal Engine? Вот как она выглядит на Космо. Видим, что при движении персонаж слегка отклоняется, что добавляет и изюминки в вашей игре. Как в мультфильмах. Можно бегать, прыгать. Движок обрабатывает физическую составляющую. И вы молодцы. Поздравляю. Надеюсь, данное видео тебя замотивировало. Я же благодарю за просмотр.